Знакомство с программированием может начинаться с настольной игры, и отрабатывать навыки алгоритмизации можно на ней же. Коллектив лицея номер 9 создал уникальную методическую разработку и в числе пяти школ области получил грант на её реализацию в школах Северного образовательного округа. Сумма гранта – 350 тысяч рублей. Грантовый конкурс был объявлен Министерством образования Кировской области и направлен он на методическую разработку учебного занятия по решению приоритетной задачи системы образования Кировской области. В этом году этой приоритетной задачей обозначено развитие инженерного образования, поэтому методическая разработка должна была быть направлена как раз на развитие инженерного образования, ну и на развитие инженерного мышления учащихся. Настольную игру создавала команда педагогов и учеников. В основе – авторская разработка педагога информатики Михаила Солкина. Игра «Электроник» развивает навыки алгоритмического мышления, знакомит с алгоритмическими конструкциями. Эти знания помогут детям в последующем заниматься программированием на компьютере. Игра состоит из девяти вот таких блоков. В каждом блоке находятся карты игроков. Вот здесь они уже разложены. Это черный робот. То есть смысл игры в том, чтобы робот через составление алгоритма для этого исполнителя собрал по очереди сначала какие-то элементы компьютера, например, системный блок, монитор или мышь с клавиатурой. То есть собрал базовую конфигурацию персонального компьютера. Учитывая то, что здесь могут стоять препятствия, то есть собрать, прийти в сборочный цех и затем уже прийти в центр рабочего поля и забрать главный компьютер. У каждого игрока есть набор карт. Из их комбинаций в свой ход игрок составляет алгоритм действий исполнителя. Например, это у нас карта действия вперед. Это, например, карта повтора цикла на 4. Это, например, карта подкоп, потому что в этой игре могут быть и препятствия различные. И в этих, например, смежных областях можно друг у друга отбирать то, что уже робот насобирал. Есть ещё карта телепорта. То есть можно из одной точки в другую сразу же перейти, но она всего одна в этой игре. Можно подпрыгнуть, то есть перепрыгнуть препятствия, перейти на другую сторону. Ну и ещё много-много других действий. Эта настольная игра уникальная. Она не была основана ни на какой другой игре. Партия может длиться от 10 минут по простым правилам и до часа по усложнённому варианту. Игра развивает и коммуникативные навыки. Возрастных ограничений нет. Хорошо подойдёт шестикласснику, когда изучаются темы основы алгоритмизации. Подойдёт пятикласснику. И начальная школа приходит, играет с удовольствием. Тоже, в принципе, без каких-либо особых знаний программирования, алгоритмизации. Они погружаются в игру и с удовольствием развивают свои даже битвы, получается, за этой игрой. Здесь много вариантов разных. Здесь можно этот вариант со смежными областями не рассматривать, чтобы они не воевали друг с другом. Не отобирали друг у друга, потому что у нас и слёзы были в играх. Можно вот этот, например, чёрный робот играет против красного, как здесь настроено. То есть они абсолютно друг с другом не соприкасаются. Создатели игры распечатали её на 3D-принтере и готовы тиражировать в другие образовательные организации. Согласно правилам грантового конкурса, разработчики должны познакомить с ней ребят из школ Северного образовательного округа. А завершится эта работа итоговым турниром, который пройдёт в конце года в стенах лицея номер 9. Продолжение следует...